Вадим Деньгин Вадим Деньгин Новый формат Вопрос Считаете ли вы, что такого формата цензура это новый стиль И он даже не коррелируется с тем стилем цензуры, который, как говорят американцы, есть в Китае и Северной Корее То есть это совершенно ужаснейший формат давления на личность, который не позволяет человеку не только получать информацию отовсюду, но делать так, как ему скажут, слушай, эту новость и вот так правильно И это делает Соединённые Штаты Америки АПЛОДИСМЕНТЫ Россия проиграла Да, там американцы занимаются пропагандой, европейцы занимаются пропагандой, Россия занимается пропагандой достаточно успешно Вот что нету, поверьте мне, я живу в Вашингтоне, я вижу Непонятно, что Россия вообще хочет, не пропагандистки, а вот так, по большому делу Как она себя видит? Вот вопрос был Лайву Вольфовичу Будет Россия войти с Турцией на территории Сирии? Он же ушёл от ответа, ушёл Почему? Я сказал, что будет Вопрос был, не кажется ли Вам, что Россию втянули туда? Я считаю, что Россию втянули туда И Америка для президента Барака Обамы Сирия вообще не принципиальный вопрос Он идёт и скажет, извините, я ушёл Россия уже уйти не может Она остаётся с ответственностью за все эти страны, которые начинают разваливаться Тут не надо пропаганды Вы сидите в Думе, вы сформулируете внешнеполитическую стратегию, которая не меняется Не поворот в Китай, поворот в Европу То мы в НАТО, то мы в Евросоюз, то мы с Америкой союзники Соединённые Штаты Америки ошибаются и бомбят сегодня пекарню И уничтожают сирийцев 20 человек невиданных погибло сегодня И об этом не говорят ничего Все сегодня телеканалы это передают Это типа ошибка Нет, все телеканалы передают, действительно Но в царинку в своём глазу они не наблюдают Они говорят, что воздушно-космические силы России Долбят Сирию Как будто они летают на каких-то действительно кукурузниках И вручную сбрасывают гранаты и бомбы Боже мой, что творится? То есть полная дезинтеграция, полный развал Полный развал именно информационной политики Соединённых Штатов Америки Я думаю, что нигде нет большего по масштабу антивоенного движения, чем в Соединённых Штатах Обама хотел бы, Маккейн хотел бы, Конгресс хотел бы что-нибудь замутить Не дают ему и не дадут, поверьте мне Не будет Америка бывать с Россией Не будет ни в Сирии, ни за Турцию Потому что проиграет навсегда Потому что они проиграют выборы в первую очередь А Америка не проигрывает, поймите, она играет в долгую Она может проиграть битву, выиграет войну в конце концов Посмотрите на итоги любой войны, в которой Америка участвовала Она там остаётся, зарабатывает бабки, привязывает к себе Становится хозяином этого участка земли Россия входит, теряет, выигрывает формально, устанавливает флаг Николай Васильевич, родные тех людей, ещё в момент Где Германия, которая, да, действительно флаг уставили над Рейхстагом Где Рейхстаг? В НАТО? Где итоги войны? И вот давайте перечислим, все великие завывания российских побед Российская армия, замечательная армия Вы же заняли территорию Восточной Германии Ваша территория, держите, управляйте Вы её покупали, вы там всё оплачивали Вы имели, вы назначали людей, чиновников, этих самых чекистов Где они всё? Почему надо выиграть войну, чтобы потом всё продувать? Вот что мне обидно, я патриот России не меньше, чем вы Я за то, чтобы она свои выигрыши, кровь своих солдат Афганистан, ушли, почему ушли из Афганистана? Объясните мне российскую политику Солдаты приходят, проливают кровь, убивают, приходят гробы Этих двухсотых, Россия потом уходит и говорит Ой, извините, это был Советский Союз, это не мы Мы теперь белые и пушистые Один момент, тезис Интернет, который идёт А вы слышали, что говорит Николай Васильевич? Я на счастье, что вас дал параллельно Нет, нет, я просто хотел Поэтому и в пропаганде дело, пропаганда есть и будет шестойки, но справедливее Просто когда лицемерие в отношении Российской Федерации Везде претворение вот этих вот насаждаемых и идеалов нереально Я политик, вы депутат думает, что это всё враньё В России враньё, не слушайте никого Вот эти все телеканалы плохие Интернет плохой Твиттер закрывают по полгода в Российской Федерации с аккаунтом, который распространяет экстремизм против России Роскомнадзор пытается добиться, а толку никакого И всё это оттуда дирижируется, с Запада Ну это вы так думаете на самом деле Это так есть Это так есть Я вижу и другие вещи Там условно говоря, просто пример, который пришёл в голову Какую позицию Никита Михалков не занимал по всем этим позициям? Он получил Оскара Вот дайте какому-нибудь американскому, выдающемуся кинорежиссёру крупную российскую награду Покажите Почему российские фильмы туда идут? Почему? За что давать? Нет у вас фильмов А у нас есть У нас культура, у вас эрзац Постройте Голливуд Да, Голливуд огромный механизм Согласен Голливуд выдающийся, выдающийся механизм мягкой силы Америки Мир американизирован Мы все американизированы У вас наверняка айфон в кармане Вы наверняка смотрите все новости в интернете Он гордо сказал нет и достал самсунг Ну хорошо, поэтому не в армии дело, армия это последний резерв любой страны Мягкая сила, Россия, вы приняли хоть один закон о мягкой силе? Вы поддержали что-нибудь по продвижению русского лоббизма в той же Америке? В мире, в Европе? Нет? Да, новая парашюта унесать Понятно, да Ну я понимаю, у вас специфическое понимание Ну они же политики, вы тоже знаете политики